Друзья, все к тому, что YouTube могут заблокировать, закрыть. Поэтому я подготовил две площадки в Телеграм-канале и Яндекс.Дзен. Вячеслав Короленков, по-русски набирайте имя и фамилию Вячеслав Короленков. В Яндекс.Дзен, в Телеграме вам откроется доступ к каналу и мы продолжим с вами встречаться, общаться там. Давайте проанализируем, какая площадка наиболее удобна. Мы увидим это по просмотрам, по количеству комментариев и постепенно с вами поймем, где нам больше нравится. Она будет основной. Я буду продолжать публиковать свои видео на YouTube, пока он не грохнется. А сейчас, не затягивая, прошу вас подписаться на мой канал в Телеграм и Яндекс.Дзен, чтобы не потеряться. Давайте это сделаем, не откладывая. Платформы другие, возможно, они будут не очень удобные, но там легко разобраться. Можно оставить комментарий, можно оставить комментарий к комментарию тех людей, кого вы хотите прокомментировать. В любом случае, общение сохранится. Немного вопросов, которые мне, вы пишете комментарии в YouTube, вопросы, я отвечу. Серж Тундра слушал, заслушался, это прошлый ролик мой, но как разговор зашел про акцию, скидку, как-то обломился. Хотел скинуть ролик в Украину, но там им не до акции. Может, я не прав, но такая вот подколка такая. Ну, я так это воспринимаю, Серж. Вы знаете, у меня нет другой работы. Я всю жизнь свою потратил на то, чтобы писать картины. В какой-то момент я почувствовал, что я хочу поделиться, и мне есть чем поделиться. Я создал онлайн-школу, где каждый может зайти и смотреть мои ролики. Я не могу их все сделать бесплатными. Есть и бесплатные ролики в YouTube, и, кстати, в онлайн-школе тоже есть. Я не клянчу деньги в YouTube на поддержку канала. Это мой труд, моя работа. Это требует энергии, сил. Я делюсь знаниями. Если это кого-то задевает, ну, не смотрите мой канал. Много художников, у кого вы можете почерпнуть то, что вам нужно. У меня так. Татьяна Ипатова, живу в маленьком закрытом городе, предлагают через неделю выставку персональную в городском музее. А у меня нет сил моральных. И в то же время так хочется посмотреть, что я наработала за эти два-три года. Скажите, пожалуйста, что делать? Буду признательна за ответ. Спасибо, Татьяна. Я думаю, я всегда за выставку. В сложное время, не в сложное. Нужно себя показывать. Красота живописи приобретает сейчас особый смысл. Я написал Татьяне такой ответ. И хочу до вас донести, что это время, когда обострены чувства у художника. Пикассо написал Гернику, Дали создал какую-то огромную работу «Предчувствие войны». Я не помню, как она называется. Это время, когда мы переоцениваем всю свою жизнь. Все, что мы делаем. Нужно это, не нужно. Я смотрел недавно интервью с художником, мозговедом Бильжо. Наверняка вы знаете его по карикатурам, по острым таким текстам. И он сказал, что ситуация вышибла его из привычного мира. И он говорит, что у меня ощущение, что все, что я рисовал до этого, было зря. Что сейчас я могу нарисовать? Это вопрос, который он просто повис в воздухе. Что я могу нарисовать? Каждый из нас сейчас озадачен таким же наверняка вопросом. Если это дело его жизни, чем можно помочь близким, друзьям, в конце концов, миру. Сходить на выставку и посмотреть работы Врубеля, на которой я был позавчера, они приобретают вневременной смысл. Не случайно, видимо, в 11 утра уже в галерее было огромное количество народа. Я отмонтирую этот материал и покажу вам в самое ближайшее время. Просто без слов. Просто покажу картины. Потому что не каждый может увидеть ее живьем. Тем более она заканчивается 8 марта, насколько я знаю. Но коды сняты. Если вы в Москве или поблизости, можете еще успеть съездить. Поэтому давайте не склеивать ласты, не складывать руки. Делать все возможное, что мы можем делать. Вячеслав Баранников каждый день смотрел ваши ролики. Учился. Общение с вами делало меня богаче. Жизнь ярче и насыщеннее. Война закрыла меня дома. Достал мой Берт, краски. Но писать не могу. Мира вам, люди, давайте остановимся. Я именно на эту тему записал вчера, в вчерашнем ролике. Можете его посмотреть, если вы пропустили. Там речь о том, что происходит, на мой взгляд. Что нужно делать, для чего это нам дано. Как я чувствую. И на чем нужно сосредоточить все свои усилия. Помогать кому хуже, чем нам. Кто не может делом, словом. Кто не может словом, молчанием, медитацией, молитвой. Я слышал, что в горячие точки посылались специальные люди, которые молились, медитировали и делали все возможное от них зависящее. И по разговорам очевидцев, их участие приводило даже к остановке боевых действий. Если кто-то из вас найдет в себе силы посмотреть мою выставку, которая проходит в Москве, записывайтесь по телефону, поезжайте, посмотрите. Может быть, для вас это будет важной частью нашего общения. Может быть, мои картины тоже приобретут какой-то выразительный, какой-то новый смысл. И мне очень хочется, чтобы вам стало легче. Всем. Неважно какой национальности. Тот человек, у кого бьется сердце. Давайте учиться разговаривать. Разговаривать так, чтобы души наши теплели. Они не озлобились. Пространство, существование, Бог, как хотите, поставил перед нами сложную задачу. И нам нужно будет выучить этот урок. На пороге праздник весны. Для женщин подарок, акция на все мои видео уроки, минус 20%. Заходите в школу, в онлайн-школу и подберите то, что вам нравится, то, что для вас важно. Давайте не опускать руки, будем учиться. Жизнь хочет, чтобы мы стали умнее, добрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...